Легендарный чеченский гангстер Руслан Лобазанов вошел в историю как один из наиболее упорных противников режима Джохара Дудаева. Как же сложилась судьба этого человека и что же двинуло его на путь в борьбе с Джокером? Родился Руслан Лобазанов в Казахстане в 1967. Его родители, депортированные сюда, как и все войнахи 23 февраля 1944, задержали в Средней Азии дольше многих своих соплеменников. Руслан попал на историческую родину Чечню уже в 70-е, выучился здесь в школе, здесь же начал усердно заниматься модным тогда карате. Боевые искусства так увлекли юношу, что тот решил посвятить бойцовскому спорту всю свою жизнь и даже окончил Краснодарский институт физкультуры, став дипломированным тренером. В советской армии Руслан Лобазанов отслужил тоже в качестве спортсмена. В спорт-роте учился служивцев рукопашному бою, за что получил звучное прозвище «Чеченский Рэмбо». Так и остался бы Руслан Лобазанов, скорее всего, отличным тренером и спортсменом, если бы на дворе не начался бурный конец 80-х. И как и многие другие спортсмены, оказался наш герой увлечен на криминальный путь бригадира. Умудрился оказаться в Грозненском СИЗО, откуда вырвался на свободу, объединяя в отряд еще несколько сотен чалившихся. Чеченский Рэмбо тогда собрал мощный отряд в пять сотен штыков и даже умудрился заполучить в свое распоряжение несколько БТР до танков Т-72. Простыл этаким чеченским Робином Гудом, то есть интересовали его лишь богатые, а всю добычу, мол, бедным отдавал. А еще Лобазанова земляки называли просто лобзиком. За фамилию и сильный пробивной характер. Руслана Лобазанова и его люди-очевидцы описывали как эдакий отряд из западного фильма о приключениях Безумного Макса. Собственная укрепленная база в Аргоне, форпост в виде многоэтажки на улице Грозного, лихие разъезды на дорогих иномарках сомнительного происхождения, накаченные добрые молодцы с оружием наперевес. На старте лихих 90-х Руслан Лобазанов со своими людьми поддержал, как и многие чеченцы, только-только пришедшего к власти генерала Дудаева, даже умудрился войти в его личную охрану и стать не только его персональным телохранителем, но и его советником по этническим вопросам. Но далее у Лобзика с Джокером начались серьезные терки. Лобазанов посчитал, что Джохар его явно недооценивает и недоплачивает. К тому же Рэмбо видел, Дудаев полным ходом толкает маленькую Чечню к войне с Большой Россией, кое Лобазанов вообще никак не желал. Все это вынудило Лобазанова уже в 93-м покинуть ряды сторонников Дудаева и перейти на сторону чеченской оппозиции Временного Совета под началом Умара Автурханова. Лобзик даже создал собственную политическую партию, НИСО, справедливость. Дудаева назвал своим кровником. Люди Руслана Лобазанова вступили в открытое противостояние с отрядами Чеченской республики Ичкерия. Впрочем, свернуть Дудаева чеченской оппозиции тогда не удалось. Сил не хватило, да и поддержки из Москвы. Говорят, лично Березовский вмешался. Все же противостоять отрядам Дудаева для лобазановцев оказалось делом непростым. Боевого опыта из Карабаха и Абхазии они не имели, в отличие от боевиков Басаева. Да и в числе в организации уступали гангстеры этой почти регулярной армии Ичкерии. Кроме того, в стане самих оппозиционеров начались разлады. Те же бойцы Лобзика де-факто не приняли участие в штурме Грозного в ноябре 94-го, так как считали своим ставленником и будущим президентом Чечни отнюдь не милиционера Умара Автурханова, а профессора Руслана Хасбулатова. Да-да, гангстер внезапно объединился с видным политиком и ученым из Москвы. Люди Лобазанова обеспечивали безопасность Хасбулатова во время его миротворческих визитов в Чечню. Именно внезапный демарш бойцов Лобазанова 26 ноября 94-го эксперты называют одной из причин поражения чеченской оппозиции в битве за Грозный. В итоге отряды Лобазанова оказались выбиты с басфурозным в аргоне силами гилаевского спецназа и абхазского батальона Шамиля Басаева. Сам Руслан Лобазанов едва лишь успел уйти в Дагестан. В первую чеченскую бойцы Лобазанова воевали поначалу на стороне российской армии. Сам Лобзик даже получил звание полковника ФСБ. Однако затем Лобазановцы заняли в чеченской войне практически нейтралитет. Самому Рэмбо не понравилось обращение федералов с мирным населением, методы действия Москвы в Чечне. Лобазанов пытался выступить в качестве посредника между российским командованием и боевиками. Никто его особо не слушал. Закончило все для уже обзаведшегося бородой Руслана Лобазанова в июне 96-го, когда к нему домой в селение Толстой Юрт с неожиданным визитом заглянули некие неизвестные вооруженные люди. Кто-то считает, что поработал Шамиль Басаев. Мстил. Есть версия, что постарились российские спецслужбы. Лобазанов стал им не нужен. Или же имели место какие-то темные криминальные дела самого Лобзика. К самому Лобазанову нынче отношения на малой родине довольно сложные. С другой стороны, пытался страшную войну остановить. С другой, сам же был еще тем уголовником. Кто-то и вовсе его предателем считает. Субтитры создавал DimaTorzok